Всем привет! Добро пожаловать на канал Natalie for You! Меня зовут Наташа. Если вам интересна тема похудения, то оставайтесь со мной. Сегодняшний влог решила я записать для вас, потому что меня в последнее время очень сильно интенсивно интересует тема похудения. Я решила взять себя в руки наконец-таки и после долгого, так скажем, коронавирусного расслабона немножко прийти в себя. Итак, с чего эта вся история началась? Я, конечно же, знаю, подумаете вы, многие из вас, ну, мне много часто пишут приятных слов в Инстаграм там и в Ютуб в том числе о том, как я хорошо выгляжу и так далее. Но на самом деле, если быть честным с самим собой, то за период с апреля по декамбрь я поправилась на 6 килограмм. Если раскидывать это на месяц и кажется не так уж и много, потихонечку, потихонечку оно набирается совсем по чуть-чуть. Даже меньше килограмма за месяц набирало, но оно прибавляется. Убавлять гораздо сложнее, чем прибавлять, как вы знаете. И, конечно же, когда мы сели все на карантин, мы такие расслабились, начали всякие вкусняшки кушать. Активность понизилась, говоря о том, что раньше у меня была активность. И танцы, и спорт, и на работу ежедневно в дороге 3 часа я проводила. То есть активности было много и на работе целыми днями там по этажам со встречи на встречу носилась. Сейчас активность практически очень-очень мало и на спорт себя сложно смотивировать пойти. Танцев нет, потому что берегусь общения с людьми прямого контакта, так скажем. Ну и на работу я работаю удаленно. Все этой активности нет и действительно стало сложно. С килограммы стали прибывать. Поэтому я, конечно же, уже сейчас в декабрю поняла, что все, хватит. Я решила купить себе марафон. Марафон похудения, ну или приведения себя в форму, так скажем. Потому что на нашем марафоне есть не только я, которая хочет сбросить лишний вес. Есть также девушки, женщины, которые весят гораздо больше меня и у них гораздо больше лишнего веса. Но есть также совсем худенькие девчонки, которые просто хотят привести свое тело в тонус, в норму. Напрячь свои мышцы, сделать красивым телом. У нас в марафоне есть, в первых, тренировки хорошо сбалансированные с тренером. И тренировки, которые не занимают там по 5 часов в день, но дают эффект даже от небольшой тренировки. Ты чувствуешь, как горят мышцы, как работает тело. И это круто. И дальше, конечно же, питание. Это отдельный восторг. Питание, столько необычных рецептов, столько классных рецептов, которые я смогла воплотить в свою жизнь. Я купила альтернативное питание. Там есть обычное базовое меню, которое стоит побюджетнее. И большинство, наверное, берут его. Я купила альтернативное, потому что мне хотелось чего-то необычного. Я его получила. Очень всякие разные необычные рецепты. Я благодарна прежде всего уже за первую неделю. Сейчас пошла вторая неделя. И я вам, собственно говоря, рассказываю о своих впечатлениях за первую неделю. И покажу меню на вторую неделю. Очень жаль, что я не снимала меню на первую неделю. Но там вообще было не до того. Мы только приехали с отпуска, и все было кувырком. Итак, я попробовала нут. Я попробовала перловку. Я попробовала чечевицу. Я попробовала тыкву. Ну, так скажем, во вкусном варианте. И множество, множество чего другого уже за первую неделю все рецепты для меня были новыми и необычными. Ничего из этого я раньше не готовила, не практиковала, и все вкусно. Я очень рада, что моя семья в лице Насти и Саши. Понятно, Леха целый день в садике, ему как бы это питание не нужно. Саша и Настя, они питаются так же, как и я, вместе со мной. И им тоже нравится. То есть, действительно, я не представляла, что просто тушеная тыква с чечевицей в кастрюле может быть настолько вкусной и сытной. Потому что не нужно мясо. Мне всегда раньше думала, что мясо. Нет, это у меня не веганское меню. И мясо, ну не мясо, а так скажем, курица, индейка, рыба также присутствует. Но суть в том, что нет необходимости в каждый прием пищи включать мясо. В общем, от питания я в полном восторге. Кроме этого, там есть кардио, там есть вакуум. Я научилась делать вакуум. Сколько раз я раньше не смотрела, не читала про это, у меня никогда этого не получалось. Сейчас я вижу, что, ну конечно, не так профессионально, но у меня втягивается, у меня впадает внутрь этот живот. Наконец-таки я научилась его втягивать. И это просто супер для меня. Дальше история с уходом за кожей. Есть обертывания, есть рекомендации по использованию щетки, по использованию скрабов. И в наборе, как бы вместе с тем, что ты покупаешь марафон на месяц, также в наборе шел скраб и обертывание, которое очень-очень хорошо помогает. То есть кожа становится более эластичной, более гладкой. Это ни в коем случае не реклама. Это мои личные впечатления, это отзывы. Этот марафон вообще в рекламе не нуждается, потому что я увидела на примере своей группы, какое количество народу в нем участвует. И это огромное количество народу, которые очень хвалят, которые приходят повторно, для которых это является неким драйвером, зарядкой и мотиватором для того, чтобы работать над собой и улучшать качество своего тела. Здесь прежде всего речь не о том, чтобы просто тупо похудеть, а улучшить качество своего тела. Что я еще не сказала? Ну, конечно же, есть чаты, все эти статистики, замеры и так далее. По замерам пока что я на нулях, за первую неделю ничего, но так бывает. И да, я сейчас на таком моменте воодушевления от всего, что я делаю. Я надеюсь, что так будет и дальше. Сегодня я также хочу вам показать набор продуктов, которые я купила на вторую неделю. Если вам будет интересно, то такой же набор на третью и на четвертую неделю я вам тоже покажу, и вы увидите, что у меня там в альтернативном меню. И некоторые рецепты, может, повставляю, что я готовлю. Меню тоже разработано очень удобно. Мне тоже это очень сильно нравится, потому что как-то не напряжено. Все рецепты очень быстрые, и они доступны для реально быстрого приготовления. То есть тебе не надо несколько часов стоять у плиты. Пожалуй, я все сказала. Так что набор продуктов и некоторые рецептики, я не уверена, что я вправе вообще делиться этими рецептами. С другой стороны, они плотно войдут в мою жизнь уже после этого марафона. И я делюсь ими с близкими, с кем-то еще, потому что рецепты крутые, вкусные, полезные. И почему бы не распространить это как можно большему количеству народа? Потому что в марафоне, в комплексе важно все. Важно то, как ты питаешься, как ты тренируешься, как ты ухаживаешь за собой и так далее, и так далее. Здесь немножко другое. Поэтому некоторые мои блюда, все-таки попоказываю вам, как они выглядят. Это все невероятно вкусно. Я много-много болтаю. Сейчас давайте пойдем с вами посмотрим, что из продуктов куплено. И дальше уже будут рецепты. Итак, делюсь с вами своими покупками в Глобусе. Эти покупки были сделаны мною, в том числе в рамках марафона похудения, который я сейчас прохожу. Это вторая неделя марафона. И это моя продуктовая корзина худеющего человека, пытающегося привыкнуть к правильному питанию. Меня поддержала вся семья. Вся семья вместе со мной правильно питается теми блюдами, которые я готовлю. И, соответственно, здесь закупки у нас, понятно, на троих. Леша целый день в саду, и ему питаться не приходится. Поэтому его исключаем из этого списка. Я, Саша и Настя питаемся по тем рецептам, которые представлены в моем марафоне. Марафон я прохожу вот сейчас уже вторая неделя. Кроме правильного питания также есть тренировки, кардио, вакуум, питье, большого количества воды и вообще всякие мотивирующие штуки. Это все проходит все вместе. Дальше по результатам я, конечно же, буду с вами делиться. Как не поделиться? Вообще достигла я каких-то результатов или нет? Но что удивительно и что очень сильно меня поражает, это то, что какие вкусные рецепты на этом правильном питании. Как много новых продуктов для себя я открыла. И как много интересных рецептов даже за неделю уже успела попробовать. Те продукты, сочетания которых я себе не представляла. То, что я вообще не думала, что я когда-то это буду есть и это будет вкусно. Это действительно все достигнуто даже за неделю. Мне вкусно, правильное питание это вкусно с теми рецептами, которыми с нами делятся. И, конечно же, очень приятно, что всем понравилось это, что все вместе со мной так питаются. Они сказали, это как-то неправильно. Правильное питание такое вкусное. Итак, не буду вот это, ну то есть я буду это показывать, но вот это примерно 4 тысячи стоил этот уголок. Это бытовая химия, которую необходимо было закупить, потому что все позаканчивалось неожиданно. Также я купила отдельно баночки для сыпучих всяких, которые я вам тоже покажу. Их покупка тоже около полутора тысяч, может даже около двух тысяч обошлась. Но в общем и целом все вот это вместе с банками обошлось где-то 16 200 или 16 300. Это большая цена и я каждый раз негодую на магазин Глобус, когда я туда езжу, потому что цена получается выше, чем я иду в окей. Но какие-то продукты, я уверена, что нутовую муку я точно не нашла бы в окее. Какие-то продукты я нашла бы только в Глобусе. Хотя я там, например, не нашла шпинат. У меня здесь должен был еще лежать шпинат на столе, но его я там не нашла. Что-то я купила впрок. Все так сразу не заканчивается. То есть, например, вот это все стоило у меня около 10 тысяч, но здесь же есть какие-то вещи, которые я купила. Ликуси, например, там творожки, бананы и так далее. Что-то я купила сверх. Ну, то есть, мне кажется, в общем и целом, у меня покупка продуктовой корзины на неделю может быть тысяч 9, но это, учтите, на троих человек. Поэтому, ну, не супер дорого на одного человека, если мы возьмем об этом. Что-то я купила впрок, потому что мне так понравились рецепты, что я решила, что эти рецепты, я точно продукты под эти рецепты буду иметь у себя. И я вам буду показывать и называть, что входит в мою продуктовую корзину, а что я купила сверх. Итак, здесь у меня мята, и она должна быть на этой неделе так же, как и огурцы. Понятно, что вот овощи все сейчас стоят гораздо дороже. Летом это все легче, потому что это все стоит действительно намного дешевле. Например, те же огурцы, там по 180 рублей вот этот лоток что ли стоил, но это просто драконовские цены в Москве. У меня здесь брокколи, я решила купить свежую, также у меня есть замороженная. Не вся с прошлой недели ушла, поэтому я спокойно добавила чуть-чуть, а остальное буду использовать из запасов. Бананы я купила для ликуси, пленку пищевую я купила для обертывания. Это тоже часть марафона, что нужно ухаживать за собой, делать обертывание, делать скрабирование. Свекла у меня по плану, по меню есть. Я еще все блюда не смотрела, которые придется готовить, но тема интереснее. Ты смотришь накануне, у тебя уже весь набор продуктов есть, делаешь какие-то заготовки. Например, сегодня с вечера мне нужно замочить было нут, потому что завтра у меня будет нутовый суп. А так, в принципе, все очень легко в течение дня быстро готовится и готовишь на два дня. Прикольно, мне прям, я в восторге. Итак, здесь же у меня апельсины, я купила их на всякий случай, потому что в некоторых салатах, например, пишется сбрызнуть апельсиновым соком, а у меня его нет. Так что апельсины про запас и грейпфруты, которых много должно уйти на этой неделе. Мандарины я купила, это мое пожелание, просто так. Много зелени, которую требуется в этом марафоне покупать. А, да, и тут снизу морковка. Я никогда в своей жизни только морковки не ела. Я ее просто очень-очень много покупаю. У меня раньше вообще практически не расходовалась морковка только на суп, а сейчас везде добавляю, потому что так в рецептах. И целую сетку лука мы еще взяли, которого, естественно, нет на столе. Но это лук тоже практически во всех рецептах присутствует. Я сама по себе много с луком так чего не готовила. Сейчас это тоже для меня все по-новому. Вообще полностью перевернулся мой мир, потому что питание полностью другое. Зелень. Здесь руккола, кинза и петрушка. Дальше здесь микс салатов. И у меня здесь авокадо, кабачки, цукини, груши. Это мое желание, чтобы были какие-то фрукты в доме. Дальше перцы нужно было по рецепту. Гранат тоже мое желание, потому что иногда семена граната тоже в какой-то салат можно добавить. Два вида капусты. Еще не знаю, на что мы их на этой неделе будем использовать. Но понятное дело, что они будут присутствовать в рецептах. Лимоны. Я взяла их побольше, потому что нужна и цедра лимона, и нужен лимонный сок. Поэтому, да, буду пользоваться. Здесь у меня яблоки. Благо, что лимоны сейчас стоят не столько, сколько прошлой зимой, как прошлой весной, когда грянул коронавирус. Поэтому по 100 рублей, что ли, килограмм, по 117 примерно. Но это абсолютно доступно каждому. У меня из овощей и фруктов, да, вот я специально в одной стороне все отложила, на этом закончилось. Очень много интересных круп появилось в моем рационе. Сколько новых круп я уже попробовала за эту неделю, я не могу вам передать. Но это просто полный восторг. Как я жила до 40 лет и не знала, что можно кушать бурый рис, и это вкусно. Что чечевица, это обалденно вкусно. Кстати, первый раз пробовала чечевицу на этой неделе. Нут, бурый рис и, мне кажется, еще что-то. А, и перловку. Вот вообще ни разу до этого. И все из этого было просто супер вкусно. Также у нас зеленая гречка в меню на этой неделе. Белая фасоль. Нут есть, но я докупала. И думаю, что он останется про запас на самом деле. Дальше иногда требуются кунжутные семечки. Я тоже взяла их про запас. Но семена белого льна точно, точно нужны на этой неделе. А конопля это моя инициатива. Мне кажется, что может быть она для чего-то пригодится. Также мед у нас есть в необходимых продуктах. Масло КХИ. Я ни разу о нем не слышала. Если вы тоже не слышали, то обязательно пишите в комментариях. Кефир есть в рецептах. Но масло надолго. То есть сейчас я жарю не на оливковом масле. Я жарю... Я никогда на оливковом не жарила. Я жарила всегда на подсолнечном масле. Сейчас я жарю не на подсолнечном масле. На масле виноградной косточки. И вот решила еще купить масло КХИ. А также я решила купить кокосовое масло, на котором тоже можно готовить. Позже я просто закажу из iHerb. И у меня будет стоять. Когда у меня было кокосовое масло, я как раз таки на нем жарила. Я как раз таки на нем жарила. Потому что мне не нравилось, например, его на тело или на волосы мазать. Все это было не для меня. А жарить оно очень вкусно пахнет. Вот именно жарила на нем. Итак, перловая крупа просто обалденная вещь, если ее правильно приготовить. И вот такой геркулес долгой варки. Но я с ним делала ленивую овсянку. Это тоже огонь. Очень вкусно. Поэтому в рецептах этой недели не было ни перловки, ни геркулеса. Но я решила, что эти крупы просто у меня должны быть на всякий случай для чего-то быстрого сообразить. Они должны быть у меня дома. Дальше была вот такая вот штука томаты у нас, мне кажется, в меню. Тунца гораздо больше. Но у меня две банки уже есть. И я докупила еще одну. Потому что, повторюсь, если бы я питалась одна, мне бы вот этой одной банки тунца на два дня, наверное, хватило. А вот моему народу, конечно же, нужно тоже дополнительно. Финики моя инициатива, чтобы иметь хоть какой-нибудь сладкий перекус. И вот я решила попробовать, что же такое. Это я в правильном питании покупала такие льняные крекеры. И также льняные хлебцы сладкие с семенами мака. Надеюсь, что меня прям не прорвет. И я всю пачку не захочу съесть. Но иногда мне прям очень сильно терзает. Мне хочется вот чего-нибудь укусить. Но хочется, чтобы это по максимуму было полезно. Потому что все-таки ты идешь на марафон для того, чтобы достичь какой-то эффективности. Также у нас сахар тростниковый в рецептах есть. Сыр вот такой мягкий. Каймак. Они прям так написали, что каймак. И я все нашла. Также у нас есть в рецептах оливки зеленые. Я не очень большой любитель оливок. Но покупаю, поскольку положено. Хлебцы финкрисп. И хлебцы гречневые хрустящие. Тоже такие здоровые вещи. Которые, понятно, за неделю точно не уйдут. Потому что только два дня я буду употреблять там хлебцы. Как раз таки с лососем, по-моему. Но все-таки потом тоже можно как-то их в небольших перекусах использовать. Для Лехи растишка. То есть мой набор, собственно говоря, на этом и закончился. Потому что все остальное. Вот тут вот у нас есть морская капуста. Вот этот гурманский сыр. Вот этот мазательный сыр. Это все куплено уже для Алексея. Потому что это его любимый сыр. Он любит бутерброды с ним. Ну, вот так примерно выглядит продуктовая корзина на эту неделю. Если вам интересно, корзины первую я, к сожалению, для вас не записала. Я ее в таком аврале покупала. Но если вам интересны и будущие, а также, может быть, какие-то выдержки. Не все рецепты. Потому что рецепты не мои. Я даже не знаю, могу ли я с вами делиться. Ну, нас в этом вроде никто не ограничивал. Но я могу как бы вам в видео рассказывать, показывать, что и как я готовлю. Я немножко готовлю под свой вкус. Смотрю, как мне нравится. Но, в общем и целом, от рецептуры не отхожу. Так что пишите комментарии обязательно, если вам такая тема интересна. И химию вам показываю. Вроде бы ее не так много, но вышло на целых 4 тысячи. Но это вместе с колготками, лаком для волос. И вот этим вот био, био чего-то там. В общем, Глискорб, моя любимая брызгалка для волос. Одна из любимых. Итак, у меня здесь, во-первых, таблетки для посудомоечной машины, которые были с 50% скидкой. И я всегда беру Самат на 50% скидки. Никогда не беру их за полную стоимость, потому что они везде скидывают на 50%. То же поставили бы по цене 50% и никаких проблем не было. Итак, у меня здесь средства с фруктовыми кислотами для очистки ванн и душевых кабин. Действительно, именно с фруктовыми кислотами помогает убрать известковый налет. Вот такая вот универсальная сода-спрей. Первый раз беру от Фрош. Если вы что-то из этого пробовали, пишите обязательно. Дальше меня вот такая вещь заинтересовала. От доктора Бекмана. Это накрахмаленное белье. То есть эффект накрахмаленного белья, если при глажке ты его спрыскиваешь. Опять-таки, что-то новое. Если пробовали, жду ваших отзывов. Здесь же у меня вот такая бутылка Пронто. Это уход за мебелью. Всегда ею обрабатываем мебель. Ну, как бы Катя обрабатывает. И здесь у меня Мистер Мускул. Плюс 20% был по той же цене, даже со скидкой. Почему? Это не экопродукт. Я стараюсь какие-то вещи все-таки экологичные брать. А я сейчас объясню. Потому что экологичные отмыватели стекол оказываются совсем неэкономными в расходе. Они очень-очень быстро заканчиваются. Ну и кроме того, они стекла особо окна. Зеркала не отмывают. То есть непонятно, в чем тут, насколько тут экологичнее. Да, состав экологичнее. Но ты 10 бутылок тратишь в то время, как здесь одна уйдет. И также я решила купить кондиционер для белья. Добавлять его при стирке. Вот это как раз-таки эко-продукт. Тоже заявляют они себя. И вот это тоже у нас эко-сода. Ну все так по-домашнему. Вот тут замоченный мой нут на завтра. У меня вот три банки больших. И одну банку я решила взять поменьше литровой. И 0,6 литров. Там также еще другого формата продается. 0,75 и 1,3. Это минималистичная стеклянная банка, которая мне очень-очень понравилась. И прям я оказалась очень рада, что они мне попались на глаза. Смотрите, крышка так закрывается плотно. Банка сама по себе, ну вообще, очень минималистичном стиле. Сюда, предполагаю, вот все свои крупы как раз-таки новые. Потому что у меня не было раньше такого равнообразия круп. И сейчас, естественно, я их буду распределять, если не хватит, то еще в библиоглобус, библиоглобус. Если не хватит, то еще в глобус смотаемся и докупим баночек. Главное, чтобы было их куда ставить. И вот забыла вам показать еще вот такие салфетки для уборки. Но это тоже такая штука, которую мы всегда покупаем. А так, в принципе, все. Осталось только чек вот этот вам показать, чтобы было понятно, из чего же сложилась эта огромная цена. Ну вот, смотрите. Кто-то может ставить на стоп. Надеюсь, вам видно. У меня уже к вечеру тут глаза в кучу, как говорится, от усталости. И вот он наш чек. Чек-чек приблизился к 16 294 рубля 78 копеек. Скидка была около полутора тысяч. Полная цена была. Да, вот ваша выгода 1535 рублей. Потому что были продукты, которые как бы по акции скидочные. Возможно, в окей это бы все было дешевле. Глаза бы так не разбегались. Но уже в эту неделю мы решили закупиться в глобусе. В следующую неделю будет закупка из окея. И если вы полайкаете, конечно же, и напишите свои комментарии, что вам это интересно, то я все вам буду показывать и делиться. Например, на обед у меня сегодня суп-пюре из нута. Как вы видите, суп еще не пюре. Мне осталось его немножко просто доготовить. Он уже сварен, он уже готов. Осталось только перемолоть его блендером. Состав вообще наипростейший. Это просто нут, морковка, лук, вода и... Как его называют? Его называют еще чеснок. Но можно добавлять или не добавлять. Все, соль, специи по вкусу. Варилось это все дело. Замачивался нут, естественно, варилось и так далее. Но дальше мы смешиваем блендером. Офигенный вкусный суп, который насыщает вас, получается, в результате. Я вам покажу, как это красиво, такое желтенькая красота в тарелочке выглядит. Ну и вот такая красота у меня получилась. Уже слюнки даже потекли. Все это надо есть с четырьмя хлебцами. Финкрисп. Ну, по граммам я там взвешивала. Получилось четыре хлебца. Обалденное просто ресторанное блюдо. С очень-очень красивым цветом. Это просто нутовый суп. Кроме того, что блюда все вкусные, они еще и очень-очень красивые. Вот так, например, я с вечера на завтра замачиваю фасоль и замочила бурый рис. Завтра будет каша из бурого риса, а с фасоли будет рататуй. Поэтому все, если вот так не успел заранее приготовиться, то, конечно, нормально не приготовишь. Меню нужно изучать вечером, накануне, на следующий день. Так будет выглядеть мой обед. Это булгур, креветки, свекла, адыгейский сыр. Сверху еще пойдет руккола и будет заправка. Вот такой интересный обед. Я приготовила ужин. И давайте заглянем под крышку еще один из рецептов. Это рататуй. Здесь в составе фасоль и овощи. Такие как помидор, перец, кабачок и баклажан. Больше ничего. Очень вкусно получилось. Мне очень-очень нравится. Фасоль белая, как вы видите. Оно такое блюдо и красивое, и вкусное. Кстати, все блюда, которые у нас в этом марафоне, они могут быть украшены. Но действительно, подача может быть такая очень красивая. То есть они действительно получаются. Вот у меня там был, например, суп из нута. Он такого ярко-оранжевого цвета. Или салаты очень красивые получаются. Вообще, да, кроме того, что она вкусная, полезная, она еще и красивая. Салаты. 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 Салаты.